Мы так и думали, так готовились, что тяжелая игра будет. В общем, у нас такая вторая игра, получается, две команды, как бы, которые начали неудачный сезон. И в таких играх, наверное, были бойцовские качества, но в первую очередь, так как и все получается в комбинационной игре, как у нас, как у них и химика. Я думаю, итог, незаконамерная ничья, мало голевых моментов. На поле хата, такая мужская борьба. Забитый мяч мог все повернуть. К сожалению, мы были без кима, не забили. А все же, по-вашему, кто был ближе к победе? Кто первый забил, вот тот был ближе. С главным тренером у вас когда отодвинутся ситуации, уже известно? Вы знаете, не мои компетенции, пока мне доверили. Как нас проводить в команды? Ну и пока работаем, готовимся к игру. Мы контролировали игру, но до опасных моментов первого дыхания. Торпеды ничего не показали, ну, в принципе, ничего не показали. Ну, это вкратце, в принципе, я не хочу много комментировать. И эта игра как бы с особняком стояла. Перед командой задача была выбрать. Наверное, все-таки команде, может быть, нужен другой тренер. Поэтому сейчас буду с руководством разговаривать. Если от старта не примут, то я, наверное... Вы хотите вас сам купить? Ну, скорее всего, не скорее всего. Потому что, может быть, до некоторых ребят не доходит. Внутри командные дела, но, в принципе, все хорошо. И там проблем нет. Может быть... Ну, я так думаю, может быть, дело вон. Если я с человеком вчера накануне игры разговаривал там около 30 минут, так и знал, что ты команде нужен, что ты хороший игрок, а сегодня я перед игрой, за два часа до игры, выхожу, а он у меня загорает, как на поле лежит, без маячки. Я считаю, что это очень просто плевок в мою сторону. Поэтому, может быть, не нужен тренер, не начинал. Тот, который стегал бы их, наручники заколол. Команда не хочет, наверное, по-хорошему. Спасибо.